приветствую друзья на канале есть вопрос меня зовут александр я рад видеть вас наконец закончились эти длинные каникулы новогодние и это первое видео после них наконец-то закончились столы с оливье правда я сейчас хочу есть но наконец-то они закончились потому что и каких только я уже не напробовал и так поскольку мы плотненько ели нам нужно подумать о своей форме друзья я катаюсь на сноуборде я осваивать его начал начал осваивать его с прошлого года и в этом году я заметил что прогресс у меня пошел намного лучше а все благодаря чему во-первых я купил себе скейтборд а еще я приобрел балансборд балансборд это вот такая штука которая позволяет вам заниматься на доске в любых условиях то есть вы постоянно можете его таскать с собой потому что это очень полезно для развития координации очень полезно для вестибулярного аппарата и много места не занимает там где киньте там позанимайтесь упражнений в интернете большое количество даже фитнес можно мышцы конкретно тренировать вот на этой доске и посмотрите как она выглядит элементарно все просто у нас есть дека с ограничителями вот эти штуки называются ограничители у нас есть такой вот валик да такая труба из пластика по которому на котором находится дека и мы должны держать равновесие все достаточно просто звучит но стоит ли сделать самостоятельно вот этот набор или проще его приобрести я когда увидел этот набор конечно же сказал проще сделать но когда сделал пошел и приобрел вот это давайте попробуем сделать с вами а решение о том делать или не делать вы примите самостоятельно основе нашего видео погнали есть у меня вот такой кусок фанеры я его покупал листом и потихонечку мы кусочки отпиливаем а дальше не понадобится уголок смотрите длина у нас будет от 70 так а ширина наши фанеры чтобы лишнюю работу не делать она уже есть 38 сантиметров отчасти мы вот этот кусочек отпилим так в принципе можем на этом и закончить но давайте закруглим углы чтобы не дай бог по ноге нам не прилетело соответственно берем так и закругляем раз можно использовать циркуль можно использовать нормальный карандаш получилась у нас вот такая заготовочка сейчас мы отпилим ее от основного куска и дальше с помощью лобзика закруглим углы итак давайте приступим погнали итак друзья смотрите что мы делаем кусок мы отпилили вот такая штука получилась а дальше нам нужно закруглить используем для этого лобзик у кого руки прямые будет ровно у кого как у меня будет как получится а что можно было бы сделать еще можно сразу изначально изначально сюда прикрутить еще одну планку узкую для того чтобы у вас получился ограничитель и уже тогда выпиливать тогда они будут просто одинаковые во время шлифовки и в принципе вы одинаково с помощью лобзиком не добьетесь может вы добьетесь может я вас мало ценю кто добьется тот ставит лайк давайте начинаем отпиливать настало время пошлифовать немножко мы используем для этого такую машину давайте вот такая штука у нас получилось немножко под шлифовали и потом еще можно будет пройти края я тоже прошел не забывайте это фанера и заноза вам обеспечена особенно после того как вы ее окроите лобзиком поэтому шлифовать прямо обязательно дальше что у нас предстоит нам сделать во первых я хочу вам сказать форму вы можете выбрать абсолютно любую может быть вытянутая может быть вот так вот вогнутая может быть наоборот такая как дынька идти то есть все что вам нравится делайте уже под себя а длину выбираете по которой удобно вам для того чтобы ноги пошире поставить может быть вы поуже хотите тут уже от мастерства зависит от ваших целей а не суть важно также про ограничитель я сказал что нам требуется сделать следующий валик валик это самая сложная часть этой конструкции почему потому что вот тяжело найти первый раз когда я видел и почему собственно было принято мною решение приобрести и не заморачиваться а вот эту доску точнее баланс борт потому что я решил что я приду в леруа мерлен или в кастераму я это сделал и я приобрел вот такую трубу можно выбрать любого цвета не в этом дело просто ходил и трогал самую жесткую нашу вот она была коричневая посмотрите если я ее ставлю давлю на нее сверху вы видите что она прогибается и так друзья сейчас продемонстрирую что происходит с пластиком нас другой я приобрел в обычном строительном магазине да встаем сейчас вы сперзнет наверно даже залезть не успею и так раз два три в общем вы увидели что она прогибается у меня вес 80 80 килограмм и она гнется что я же инженер в прошлом что я подумал я возьму выпилил кружочки из фанеры и вставлю внутрь так я сделал выпилил кружочки из фанеры вставил внутрь во первых от частого катания они начали загибаться вот так винтом но тут я тоже просто взял потом сделать пошире их между ними точнее а выпилил два кружочки из фанеры между ними сделал вставку и когда запихал то возможности проворачиваться именно вот так уже не было за крышечки но появился такой скрип периодически ты стоишь что-то делал что они так как старая я не знаю кровать и это вам тоже не понравится и все равно за счет того что стенки тонкие здесь мы с вами закрепили ну вроде усилий она чуть-чуть но как бы вы чувствуете что она вас немножко подталкивает не то ощущение что дальше я подумал к слову сказать вентиляционного труба они вообще вам не пригодятся даже не рассчитывайте на это потом я подумал я возьму вторую трубу распилил его вдоль сверху захлопну тогда получается что это все-таки уже не круг и они немножко тоже не дают нормального эффекта все почему я на самом деле знал что существуют вот такие трубы и я ее в конце концов нашел просто ехал по дороге увидел что дяденьки монтируют электрические кабеля используют такие трубы они просто это как край экран у них используется трубы вот точнее провод проходит внутри такой трубопровод попросил просто отпилить на кусок а на самом деле у них показались обрезками не дали за денежку небольшую но они мне их дали и я собственно счастливо уехал потому что много мне не надо было а трубы эти продаются очень длинными отрезками и в каких-то городах я уже гуглил считал что можно купить маленькими обрезками просто надо знать куда и зачем обращаться в интернете еще вы можете увидеть такой лайфхак не знаю как по мне так это ересь когда вы берете просто газировку кока-колу и сверху на нее кидаете деку от борда и и собственно вот вам баланс борт в этом случае можно колеса не снимать чуть повыше найти этим же заниматься и так мы с вами сейчас сделаем у меня есть гравировальный аппарат мы с вами сейчас реализу отпилим от этой трубы кусок и сделаем такие заглушки и я вам их покажу 1 2 3 итак друзья на лазаном гравюре мы сделали вот такие заглушки трубу я пилил обычной ножовкой она пилиться ровно в отличие от древесных материалов которые у меня почему-то всегда криво косо получать здесь как пила зашла и ровненько пилил вот сколько раз не пилил всегда ровно особо не заморачиваются вот такая штука у нас получилось а что я сделал я взял степлер у меня есть такой который стреляет гвоздями с одной стороны я прострелял но было смешно надеяться на то что гвоздики пройдут дальше я понял что я была моей ошибкой взял сверло просто сперва просверлил а потом гвоздики забил шляпки откусил вот этот вариант нормально в этом случае у нас фанерные крышечки зашли и они не вращаются чтобы ты с ними не делал все ровненько красивенько аккуратненько и вот такой баланс борт получается собственно можно было бы и закончить если бы ни одно но я поскольку вам уже говорил есть вторая доска и ограничители я делаю принципиально не буду потому что они мне не нужны а вы знаете как сделать давайте подумаем как нам сделать так чтобы я мог пользоваться этим балансбордом вообще везде я говорю про поверхность соответственно сейчас она скользко у меня обувь хорошая она не скользит но люди бывают разные кому я нам покататься покачаться на нем поэтому нужно что-то с этим делать тут существует три способа первый это наклейка наждачной бумаги давайте вам ее покажу а мы берем обычную наждачную бумагу а я рекомендую вам взять бумагу на тканевой основе она более плотная с ней легче работать она вот так постоянно не загибается вы наносите клей вырезаете по периметру нужный размер этой бумаги и наклеивать она бывает желтая такого хорошего цвета то что коричневого вряд ли вам понравится если вы будете балансборд чем-то подкрывать то вот так весь его покрывать не нет необходимости в центре вы стоять не будете можно сделать такие полоски или овальчик и получится что-то типа вот этого вот вот так да и вы будете ноги здесь ставить это подойдет и маленьким детям и взрослому человеку и в принципе этого достаточно это самый экономически выгодный вариант без заморочек нашли любую наждачку и приклеили второй вариант второй вариант заключается в том что мы берем клей пва наносим его и сверху посыпаем кварцевым песком не песком из песочницы глиняный который а именно кварц он отличается тем что а получается из стекла это такой мелкий чистый песок его можно купить в магазинах для животных он по-моему используется там для хомяков или морских свинок вот продается такими килограммами или он в магазинах декора там же он цветной будет тут уже тоже что хотите можете хоть фреску на этом балансборде сделать имейте ввиду что надо наносить пожирнее клей а насыпать тоже побольше потом немножечко так и трамбовывать дать высохнуть после этого мы стряхим на какое-то время вам хватит даже существует я смотрел несколько роликов а ребята заморачиваются они привозят песок из разных стран и когда они засыпают вот допустим они меняют вот эту поверхность у них дека всегда на этаже и для них это прям философия да то что я наедине там с гуа потому что у меня песок именно с того пляжа там с моего любимого вот они так отдыхают как вы будете делать так и будет правильно как вы считаете нужно и вариант который больше всего нравится мне использовать вот такой спрей называется антислип спрей произдается в строительных магазинах используют для того чтобы лестницы не были скользкими вы просто берете и покрываете а получается такой шершавый слой которого хватает достаточно надолго вы можете даже после этого закатать лаком чтобы фанеру не повело чтобы ее не начала вот эти отдельные частички вскучивать таким образом вы зафиксируете предыдущий слой потому что он все равно через какое-то время проступит и будет держать намного крепче вот так взяли минутка практики давайте попробуем потестировать сначала возьмем балансборд который делали ребята профессионалы которые на этом съели собак можно так говорить и так встаем на доску видите у меня ноги соскальзывают вот этого покрытия уже не хватает я его уже как бы снял раньше все было отлично не соскальзывал вот вот что значит долго не стоять вот ну и собственно вот так стоим все со временем вы просто за ним забываете об этом вот что дает ограничители вот я подъезжаю краю сейчас я подъеду края вот я остановился а сейчас покажу что ограничитель не дают ну и соответственно сюда так а теперь возьмем нашу досочку и наш валик с вами посмотрите идентичные идентичные только без печати а с гравировкой и так берем хоп встали и все и начали заниматься и собственно видите что ограничитель мне это уже по большому счету и не нужен потому что ну я так более-менее могу стоять могу сейчас попробовать чего-нибудь изобразить если получится вот такие дела очень полезная вещь очень классно а теперь смотрите есть у меня ведь доска вот а почему я говорил что ее использовать сложно она выгнута видите если я ее горячего здесь вот у него дэка кстати как нам надо как мы любим то в принципе не ее хватит если я сейчас колесики откручу то мне можно будет заниматься она крутится это просто капец вот смотрите то есть вариант дэка он такой себе используем по меру прямые руки и создаем что-то новое в общем подводим итог баланс борт маст хэв он должен быть у каждого кому нравится виды спорта такие которые связаны с досками покататься на досках во первых это полезно для того чтобы поддерживать себя в форме для того чтобы не каждые ты пять минут можешь выйти на улицу там погодные условия а вот на досочку встать у меня это доска всегда стоит в офисе у стола то есть свободная минутка разговариваю по телефону я стою на доске могу встать во всяком случае и покачаться там с кем-то поговорить тем самым быстрее приводя свои мышцы в тонус такие дела я рад был вас видеть на нашем канале пишите свои комментарии что вы думаете а нравится ли такие видео такого формата больше ли нужно практики вам добавлять все это нужно чтобы вы написали достаточно ли мы раскрыли тем то что говорю я плохо и руки у меня не с того места растут мне это говорят все тут вы новенькими не будете а вот то что я прошу пожалуйста напишите ставьте лайк подписывайтесь на канал с вами был александр канала есть вопрос пока